Музыка 2023 год вышел урожайным на успешных химкинских выпускников школ. Талантливые педагоги городского округа выпустили 16 стобальников и 84 выпускника, которые набрали по трем предметам более 250 баллов, что на 15% больше, чем в прошлом году. Один из педагогов с высокими результатами – Вера Ремезова, учитель русского языка и литературы в школе «Триумф», которая подготовила сразу трех стобальников по литературе и одного по русскому языку. Всего на счету у почетного работника образования и воспитания Российской Федерации более 10 выпускников, набравших максимальное число баллов на едином государственном экзамене. Вот уже более 35 лет вы учите детей о грамотной устной и письменной речи, расширяете их словарный запас. А были ли у вас мысли когда-нибудь поменять профессию? Вы знаете, были предложения перейти в управление по образованию, предложения из министерства работать там, но я понимаю, что я на своем месте. Я получаю колоссальное удовольствие от своей работы, поэтому никогда никуда я не уходила. Более того, я все 35 лет проработала в данной школе. Вы подготовили четырех стобальников. А вообще от чего зависит успешная сдача единого госэкзамена и нужно ли к нему готовиться сверх нормы? Ну, успех и результат высокий на едином государственном экзамене – это всегда результат коллективной работы. Это деятельность педагога, обучающегося, родителей и школы. Ну, вот на примере ваших детей, которые получили 100 баллов, вот вы можете сказать, что достаточно было занятий в классе и никаких дополнительных занятий сверх нормы им не понадобилось? Три стобальника по литературе – это результат достаточно кропотливой работы в течение двух лет, когда мои ученики определились с выбором экзамена, и они приступили к подготовке. Занимались они в школе, безусловно, мы готовим их к единому государственному экзамену, и занимались дополнительно. Подготовка – это всестороннее. Как правило, это и серьезное отношение к предмету, это понимание формата экзамена, это подготовка к олимпиадам по этому предмету, потому что все они участники Всероссийской олимпиады по литературе. И вот такая всесторонняя работа, она приводит к высоким результатам. Ребенок, который сдает ЕГЭ, он должен владеть литературоведением, он должен уметь работать с литературоведческими терминами, он должен быть глубоким читателем, он должен уметь анализировать произведения, он должен знать критический материал, и вот тогда он будет к ЕГЭ подготовлен. Ну и кроме того, конечно, он должен грамотно выражать свои мысли, потому что он пишет сочинения по литературе, это пять сочинений, четыре из которых с кратким ответом, и одно большое сочинение, где-то около 350 слов. Вторая часть – это задание по лирике. Здесь тоже необходимо знание лирического текста, которое предложено в ЕГЭ, умение разбираться в содержании, в сути, умение анализировать лирический текст, умение оперировать литературическими понятиями и терминами, и отвечать развернуто на поставленные вопросы. Живая интересная дискуссия, отсутствие утомительного конспектирования материала, а еще артистичность и харизма – то, что на протяжении десятилетий помогало Вере Ремезовой увлечь материалом даже самых сложных учеников. Такой стиль работы педагог сформировал еще в начале своего профессионального пути. И 10 лет назад, когда химкинская учительница уже становилась героиней нашего телеканала, учителя русского языка и литературы отличало умение привлечь внимание учеников к предмету. Сегодня наш урок мне хотелось бы начать со стихотворения. Нет, я не Байрон, я другой. Не изменяет своим принципам Вера Ремезова и сегодня. Ведь от того, насколько интересно и плодотворно проходит каждый урок, зависит и будущее детей, и репутация школы, которая считается одной из лучших в Московской области. Единый госэкзамен сегодня и 20 лет назад, когда эта система только начинала работать в России. Сильно ли он поменялся и стал ли он сложнее? Да, экзамен поменялся. И действительно, раньше, 20 лет назад, это были тесты, где нужно было выбрать, подчас угадать правильный ответ. Сегодня этот экзамен заставляет думать, оценивать, осмысливать. И это не механическая работа. И поэтому он стал сложнее. Он стал сложнее и интереснее, потому что детям нужно проявлять творчество, нужно мыслить, нужно рассуждать. Поэтому это творчество. Насколько единый госэкзамен отражает реальные знания детей, и можно ли его критиковать и за что, этот формат? Знаете, критиковать можно, конечно, всегда и есть за что. Но на сегодняшний день, на мой взгляд, единый государственный экзамен по русскому языку и литературе во многом отражает знания. В едином государственном экзамене по русскому языку все изучаемые разделы включены в задания ЕГЭ. Это орфография, это орфоэпия, это пунктуация, это стилистика, это работа с текстом, это уровень читательской грамотности, это умение создавать собственные тексты. Поэтому здесь, конечно, на мой взгляд, если ты подготовлен, если у тебя хорошая база, ты сдашь этот экзамен на высокий балл. Вы бы вернули классический вариант сдачи русского языка и литературы сегодня, или все-таки ЕГЭ, он наилучший вариант? Вы знаете, нет, уже не вернула бы, потому что жизнь настолько поменялась с того момента, и образование стало другим. Здесь нужно понимать, что модель ЕГЭ всегда можно совершенствовать. И, в принципе, каждый, ну не каждый год, но задания в формате ЕГЭ, они меняются, и они совершенствуются, они подстраиваются под те задачи, которые стоят перед образованием сегодня. Какой совет дадите будущим выпускникам школ, которым только предстоит сдавать единый государственный экзамен? Ну, как можно раньше определиться в своей будущей профессии, понять, какие предметы ученик будет сдавать, и начать подготовку. Потому что чем раньше ребенок определится с выбором жизненного пути, тем понятнее ему будет цель его работы. Для тех, кто уже выбрал в 10 классе, мы предлагаем определенную программу. И для тех, кто определился только в 11-м, мы уже, соответственно, предлагаем тоже какую-то эффективную программу, которая будет для него реализовываться успешно. Ну, будем надеяться, что родители и сами ученики, которые, возможно, посмотрят этот выпуск, прислушиваются к вашим советам. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.